Всем привет, друзья! Сегодня у нас жирнейший крафти из магазина 24 часа, то есть магазина шаговой доступности, по крайней мере, именно там я сегодня купил это пиво. Я был приятно удивлен, где-то месяц назад, как я начал видеть новинки от волков в своем магазине рядом с домом, где-то месяц назад, а купил только сегодня. Решил сделать обзор, потому что я еще не пробовал ничего из этого пива. Давайте затестируем, а перед тем, как начнем, и как всегда прошу вас подписаться на канал, поставить лайк, колокольчик, все это очень помогает развитию этого канала. И начнем мы этот обзор с Milkshake APA Limited Edition. Алкоголь 5% стоимость этой APA, Milkshake APA 100 рублей. Если за 100 рублей волковская пивоварня смогла сделать достойный Milkshake APA хотя бы на уровень такой же близкий, как волковская APA или хотя бы Blanche, то я буду весьма благодарен, и я буду настоящим фанатом этой пивоварнии. Давайте нальем, нальем, затестируем. Что собой представляет, по моему мнению, Milkshake APA? Вообще Milkshake. Это пиво, в составе которого есть лактоза, которая определенным образом влияет на процесс ферментации. Она хмелена, в том числе используем технологии сухого хмеления, то есть хмелей там чуть больше, чем в обычном пиве. Как минимум, как максимум хмели должны иметь свой оттенок, то есть это должно быть что-то тропическое, что-то не цветочное, не травянистое точно. Отличный цвет, я считаю. Ну, для 100 рублей, конечно, так-то можно было бы придраться, но тем не менее, действительно, он такой немножко мутноватый, хорошая пенка. В запахе, кстати, присутствует этот вот самый ананасик. Мне, кстати, интересно, перед тем, как я буду пробовать, прочитать состав, нет ли здесь какого-нибудь дурацкого сока, как у Глечера. Вода питьевая, солод пивоваренный ячменный светлый, солод пшеничный светлый, хлопья овсяные, лактоза, хмели продукты, пивные дрожжи. Нифига здесь нет никаких дурацких соков. Я надеюсь, что это получилось довольно сухо, довольно сочно и лактозненько. Давайте тестировать запах. Кстати, запах реально приятный. То есть, ну, конечно, такое себе не может позволить какой-нибудь штамбир или даже АФ. Но, тем не менее, есть большой-большой пример в пивоварах, так называемом, второго эшелона, у которых вот запах ничуть не лучше в их мелкшей крипах. Ну, кстати, надо сказать, очень недурно. Единственное, конечно, вот этот солодовый профиль, солодовый оттенок этого пива, как у того же самого Бланш, по-моему, называется вот этот вот пшеничный, пшеничная ипа от волков. Что-то очень похоже. А лактоза, конечно же, ничего, хотя где-то нет. Лактоза все-таки есть. Я думаю, что она где-то сыграла свою роль. Все-таки процесс ферментации, но практически полностью ушла. Она дает какой-то легкий такой, компенсирует горький хмелевой профиль. Но, тем не менее, конечно, здесь ее не достает. Ну, и, конечно, вот хмели чуть-чуть не те используются. Я не знаю, что здесь за хмели. Мне бы хотелось, чтобы все-таки они вырабатывали другой вкус. Больше тропиков. Тут как-то все уходит в траву какую-то. Непонятно, как в волковской апе. То есть, мне предположить, что так как она называлась Милкшейк Апа. Именно Апа, не ипа. Не знаю, зачем так называть. Не знаю вообще, есть ли такой стиль именно Милкшейк Апа. Ну, если есть Апа, наверное, есть и Милкшейк Апа. У меня есть подозрение, что это пиво хмеляно теми же самыми сортами хмеля, что и волковская апа. То есть, это больше такой травы все-таки цветочков, нежели чем фруктов и цитрусов, как в Ипе. И совсем не то же самое, что вы бы хотели увидеть в Милкшейк Апе. Но, тем не менее, это получилось за 100 рублей довольно достойно. Я уверен, что те люди, которые не особо поняли, возможно, волковскую Ипу или волковскую Апу, осенят это пиво. Потому что все-таки здесь лактоза чуть-чуть, но сделала свое дело. Пойдем дальше. А следующим на тест залетает НИИПА, который называется НИИПАЦА. Вот, серьезно, прямо так, вот, прямо так, такая шутка. НИИПАЦА, короче, называется она. Лимитед Эдишн, Анти Глобал Бир, Американ ИПА. НИИПАЦА, кстати, Американ ИПА. НИИПА ли это? 130 рублей это стоит. Ну, если волки смогли из 130 рублей выжить нормальную НИИПА, то уважением и поклонкой. 7,6 алкоголя, 7,6 алкоголя. ИБУ 70, истративно-стача ресурсов 1805. Ну, кстати, банка не самая плохая. Это, блин, не Крафт Брю Райтс, который, я не знаю, левой пяткой рисует свои сраные логотипы. Извините, пожалуйста, за такое сравнение. Ужасно нет. Волковской пивоварни, есть его дизайнер, он, кстати, отрабатывает свои деньги на ура. Демократичный дизайн. Такой немножко панковский, немножко крафтовый, не знаю. Короче, давайте уже открывать и пробовать. Я надеюсь, что это будет вкусно. 130 рублей, блин. Ну, чё, значит, цвет мне не нравится, во-первых, он совсем не мутный. Блин, я не знаю, это как бы вот называется, а не ИПАЦА. Это не ИПА, как бы, или это просто ИПА. Давайте почитаем состав. Вода, пить и вал, солод, пивоваренный, нечеменный, светлый солод, пивоваренный, нечеменный, темный. Темный. Овсяные хлопья, пшеница, хамидопродукты, пивные дрожжи. Но, в принципе, засыпь нормальный такой, не ИПА. А запах у этого пива с какого-то перепуга отсутствует вообще. То есть оно, блин, реально не пахнет ничем. То есть как бы оно даже солодом не пахнет. Не то, что хмерим, не то, что какими-то цитрусами, тропиками и всеми делами. Нет, пиво не пахнет ничем. Какая-то конфетка где-то вот совсем далеко. Очень странно. Ну, давайте попробуем. Блин, это очень сухо. Интересное тело. Реально такое плотное пиво, плотная пенка, очень симпатичная. Ну, блин, даже хмели какие-то здесь есть, мне кажется, фирменные. Прямо хорошие хмели. Что-то типа, может быть, айдахи какой-нибудь даже. Но хмели, кстати, действительно неплохо хмелили. Неплохо хмелили на втором вот этом сухом хмеле, как мне кажется. И не переборщили при варке. И нет вот этого вот ниповского обилия хмелей, обилия тропиков, всяких вот сочных ярких вкусов. Этому пиву не хватает. А так в целом, блин, ну, ну, кстати, milkshake аппа еще за 100 рублей. Мне нравится больше. Не знаю, мне кажется, что у этого пива нет шансов на жизнь за такую цену. Блин, ну, хотя, я не знаю, я не знаю, не знаю. Стоило ли делать вот такую вот ипу, рассчитанную на покупателя с района. Ну, блин, мне не к чему придраться, честно сказать. Честно сказать, даже, в принципе, неплохо. Ну, конечно, это не какая-нибудь штамбировская нипа, не от заговора, конечно. Но, тем не менее, в принципе, блин, неплохо. Реально не к чему придраться. Ну, как бы это просто твердая тройка. Ну, и, значит, легендарный волчок. Короче, а, это крафтовый лимонад с оригинальным и ярким вкусом. То есть, это не пивас, это лимонад волчок. А я-то думал, что это пивас. Я, кстати, только сейчас понял, что это не пиво. Ну, давайте затестируем, раз я взял. Давайте попробуем. Лимонад так лимонад, правильно? Творческая лаборатория Волковской пивоварни. Напиток без алкоголя, со вкусом. Среднегазированный, пастеризованный, со вкусом арбуза волчок-арбуз. Почему волчок? Ну, короче, это лямзик. Опробуем. Очень химозный вкус. Знаете, как вот такого джентоника с дыней, арбузом, вот прочих вот таких вот штук. Излишняя прям, ну, не излишняя, ладно, чрезмерная, я бы назвал, карбонизация. Но для лимонада, наверное, сойдет. Но вкус, кстати, ну, единственное, короче, по порядку. Значит, вкус, как у леденцов с арбузом. Это довольно водянистый напиток. Он даже цвет имеет вот такой вот. Почитаем состав. Вода питьевая, артезианская, концентрированный яблочный, яблочный сок, сахар, сок красной моркови, ароматизатор пищевой, арбуз. То есть, короче, я так понимаю, что по мнению производителя, яблочный сок, смешанный с соком красной моркови, должен дать что-то похожее на арбуз. И усиливать они это все концентратом сока арбуза. Честно сказать, вот если бы я знал, что это морковь, потому что так приятно подгарчивать на послевкусие, мне бы даже было, наверное, приятнее, как-то интереснее это пить, чем арбуз. Что, мало что ли арбузных напитков? Короче, странный лимонад. Единственное, вот, в чем плюсы лимонада? Здесь нет чрезмерного сахара. То есть, этот напиток призван утолить вашу жажду. И он с этим справляется на ура. Крафтовый лимонад почему бы и нет? Волчок. Не знаю почему. Видимо, должны ассоциации быть с пивом каким-то. Утолить жажду, не знаю, похмелиться или что-то вроде того. Почти зачем выпускать под логотипом «Олкосык пиварни». Я, честно говоря, не знаю такой напиток. Но, тем не менее, пускай будет. Для тех, кто любит морковный сок. Газированный морковный сок с яблочным соком и с ароматизатором арбуз. Давайте подведем итоги. Значит, один из запитков казался вообще не пивом, а лимонадом. В принципе, пускай будет. Это такой, в общем, крафтовый лимонад. Не знаю, как назвать еще. Зачем? Зачем еще было бы его выпускать под логотипом «Волковская пивоварня». Возможно, что бы смутить таких бергиков, типа меня. Мелокшейк Апа. В принципе, очень неплохо. Не знаю, от малышейка здесь не очень много, конечно. Но лактоз здесь поработало. А сравнительно не епаться, сравнительно тем, что, блин, она вот ну реально не дотягивает. То есть, вы знаете, есть там, не знаю, плохие стауты, плохие там, не знаю, ипы. Короче, не до что-то. 130 рублей, конечно, блин, но добавьте 100 рублей, возьмите что-нибудь хорошее. Не думаю, что этого пива найдется покупатель. Честно сказать, в магазине именно. Такой получился обзор. Напишите в комментарии, пробовали вы это пиво или нет. Поставьте лайк к этому видео, подпишитесь. Еще раз прошу вас, чтобы поддержать мой канал. Спасибо за просмотр. И увидимся в следующем выпуске. Всем пока.